Кому категорически нельзя есть красную икру и чем она вредна? Красная икра – неизменный атрибут новогоднего стола. Это очень полезный продукт, но употреблять его можно не всем. Красная икра. Польза и вред. Красная икра богата витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, включая омега-3. Омега-3 снижает риск рака молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, а еще обеспечивает защиту от инсульта и инфаркта. По набору полезных веществ с красной икрою может сравниться рыбий жир, который добывают из печени трески. Также в икре есть витамин D, он укрепляет кости и поднимает настроение. Из-за высокого содержания гемоглобина эксперты рекомендуют включать икру в рацион людям, которые восстанавливаются после операции и химиотерапии. Вред красной икры в том, что в ней много холестерина и соли. В связи с этим, рыбий жир безопаснее. При этом в нем нет белка, зато больше омеги-3 и содержится витамина. Стоит также учитывать, что вред организму может нанести антибактериальный препарат уротропин, который раньше добавляли в красную икру для увеличения срока хранения. Сейчас он запрещен, но недобросовестные производители могут продолжать его использовать. Поэтому стоит выбирать икру от известных марок. Кому нельзя есть красную икру? Холестерин и соль, которые есть в красной икре, вредны людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Так как в качестве консерванта для популярного деликатеса используют бензоат натрия И-211, красную икру нельзя употреблять больным астмой и дерматитом. Красную икру опасно есть аллергикам и людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, ожирением и болезнью почек. Можно ли есть икру каждый день? Врачи не рекомендуют есть красную икру ложками и каждый день. Из-за переизбытка витаминов вреда от этого будет больше, чем пользы. Если употреблять по столовой ложке красной икры в течение длительного времени, то есть угроза возникновения солевой нагрузки, что особенно опасно для людей, страдающих от высокого давления. В день можно съесть одну чайную ложку икры. В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек и не больше. Если на новогоднем столе будет присутствовать красная икра, то стоит исключить продукты с высоким содержанием соли. Маринованные продукты, копченую колбасу. Также важно есть больше овощей и фруктов. Как выбрать качественную красную икру? Качественная икра имеет плотную жерноватую массу, состоящую из отдельных зерен, которые лопаются при раскусывании. Оболочка икринок не должна быть похожа на сухую пленку, а сам деликатес не должен быть вязким с поврежденными зернами. Кроме того, нередко недобросовестные продавцы выдают за натуральную икру искусственный продукт, сделанный из желатина с ароматизаторами. Стоит обращать внимание и на срок годности продукта. Лучше отдавать предпочтение тем консервам, на которых цифры выдавлены.